Доброе утро, вы смотрите новости на телеканале Катунь24, с вами Егор Матаев и начнем выпуск с новостей о погоде. По сообщению Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в регионе сегодня и в ближайшие три дня сохранится холод и сильный ветер. Так, ночные температуры в крае составят 0,5 градусов, возможно похолодание до минус 5. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В Рубцовске сегодня днем будет плюс 7 градусов, ветер до 4 метров в секунду. В Камне-Наби облачно плюс 4, плюс 8. В Белокурихе минус 2 ночью, днем столбики термометров поднимутся до плюс 15. В Наукограде плюс 6 градусов тепла, со слабым ветром. В Барнауле ночью плюс 2, днем плюс 5 градусов тепла. Облачно, возможны осадки. У вас бывает осенняя хандра? У меня вот нет, но специально для тех, кого она беспокоит, каждый год пару советов готова дать моя коллега Тата Геворгян. Прямо сейчас она встречает утро с психологом. Тата, доброе утро, вы в эфире. С новым утром, Барнаул, с новым утром, Алтайский край. Как правильно начинать день, чтобы он задался? Что делать, если вас настигла осенняя хандра? На эти и другие вопросы ответит профессиональный психолог Евгения Канина. С новым утром. С новым утром. Женя, скажите, что такое осенняя хандра вообще? Ну, я бы не стала привязывать хандру к какому-то времени года. Потому что, во-первых, у природы нет плохой погоды, а во-вторых, это всего лишь реакция человека. Скорее даже так, это какие-то переживания у человека, которые он замечает еще ярче, если за окном пасмурная хмурая погода. Которую он копил до осени. Возможно, очень давно. А что делать, если все-таки какая-то грусть нападает? Есть какое-то спасение? Ну, я бы акцентировала внимание на том, что нет каких-то прям универсальных способов. В первую очередь, очень важно прислушиваться к самому себе. А что для вас было бы комфортным? Что бы вам помогло поддержать настроение? Если вы очень сильно хотите на море, но у вас нет сейчас такой возможности, то как бы вы могли себе создать условно атмосферу этого моря здесь и сейчас? Включить нежный бриз, который будет звучать где-то, да? Обратить? Какой-нибудь коктейль с таким зонтиком, соломенькой, да? И представить, что вы находитесь где-то на песке. Ну, а что делать? Может, есть какие-то у вас советы для наших телезрителей? Как лучше встречать новый день, чтобы он прошел на ура? Ну, есть общие рекомендации. В первую очередь, важно обратить внимание на физическое состояние. То есть, заниматься спортом в любом его проявлении. Даже хотя бы какая-то маленькая разминка уже поможет запустить... Важные процессы в эмбонизме. Да, приятные процессы, да, чтобы ваша психика смогла как-то настроиться. Кроме того, определенные ритуалы помогают человеку чувствовать себя безопасно и как-то более системно. Ну, то есть, условно говоря, там стакан воды, разминка, умылся, улыбнулся новому дню и пошел ему радоваться. А также важно поддерживать какой-то внешний облик, внешний вид в своем доме и в своем гардеробе, чтобы вас это радовало в отражении в зеркале. Приятное общение с важными людьми, фильтровать свое общество, свое окружение, обращать внимание и стараться общаться чаще с теми, кто вас заряжает позитивом. Ну, так скажем, отследить, в каком рассоле вы как огурчик маринуетесь, чтобы рассол был качественным. Ну, это очень интересное замечание. Мотайте на ус, подумайте, в каком рассольчике вы маринуетесь. Встречайте новый день с позитивом. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Отличного дня. У меня на этом все. Я передаю слово в студию. Алтайские боксеры завоевали пять медалей на чемпионате Сибирского федерального округа в Кемерове. В турнире приняли участие представители Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Алтайского и Красноярского края, республик Тыва и Хакасия, пишет Алтайский спорт. По итогам состязаний наши земляки завоевали пять медалей. Одну серебряную и четыре бронзовых. К этому часу у меня пока все. С вами был Егор Матаев. Я желаю вам отличного дня и напомню всем нашим телезрителям, что эти и другие новости, которые вы увидели в нашем выпуске, вы сможете найти на нашем сайте katun24.ru либо в официальных группах в социальных сетях. До встречи в эфире!